Святая Церковь сегодня молитвенно чтит великий и радостный праздник Святой Церкви введения в Храм Пресвятой Богородицы Девы Марии. Не все праздники двенадцатые помещены в Священное Писание, но они взяты из преданий, апокрифических посланий и апостольских преданий, потому что с первых дней Церковь Христова жила и живет до сегодняшнего дня. Все события происходили при земной жизни Христа Спасителя, а есть некоторые события, которые были причислены к двенадцатым праздникам, как воздвижение животворящего Христа Господня просто из исторических фактов. Священное Писание Ветхого Завета с первых дней, когда Адам и Ева были лишены общения с Богом Царства Небесного, они жили надеждой, что придет время ихнего утешения и спасения. И как я уже неоднократно говорил, что Рождество первого сына Адама и Евы, они помыслили о том, что это есть обетование, но это было лишь только начало страданий, лишений, печали и скорби. А впоследствии грехом ушла смерть, это убийство Каином, Авель. Пришло время, и Господь жалился, хотя и постоянно Господь жалел Свой народ. Он являл Свою милость через патриархов Авраама и сыновей его внуков. Господь являл милость через царей, которые управляли израильским народом, а впоследствии пришло время подготовить земный престол для пришествия в мир Христа Спасителя. Нужно было та, которая была непорочная, нужно было той прийти, которая честнейший Херувим и славнейший без сравнения с Ерофим, без истления Богослова, родшую Христа Спасителя. И настало то время, когда святые, святая чета, прародителей Иоакима и Анны, принесли в мир величайший дар всему человечеству и свою дочь Марию, которая станет престолом здесь на земле Бога Всевышнего. Пришло время исполнить обещанное, потому что Анна сказала, если Господь удостоит мне такой чести назваться быть с учащим именем Мама, я принесу в дар свое отроча. Принесу в дар то, что мне Господь дарит ребенка. И Господь даровал, как я уже сказал, предчистую Деву Марию. Три с половиной года прошло с того времени, как Анна уже достаточно в преклонных годах родила предчистую Деву Марию. Господь услышал их молитву, и сегодня они с благодарением Богу приносят в храм свое возлюбленное чадо. И Акимяна собрали сверстниц, призвали родных и близких, призвали друзей. И были и недруги, по-видимому, тоже, которые возвещали в Синедрион, возвещали другим людям о том преславном событии, которое совершилось в Назарете. Трехдневный путь предлежал к Иерусалимскому храму. Причистую Деву одели прекрасные одежды, пелись псалмы, которые нужно было петь. И действительно, царь-пророк Давид предвозвестил о том, представь царицу одесную тебе, в ризы позлощенной. То есть, было все подготовлено по слову Святой Церкви того времени. И когда пришли к храму, Анна поставила любимую дочь на первую ступень Иерусалимского храма, вышел на встречу первосвященник, который принял Деву Марию и, как никого, завел во святая святых. С этого времени Пречистая Дева Мария будет жить в Иерусалимском храме. Она будет совершать свои молитвенные правила, она будет заниматься рукоделием, о чем свидетельствует то, что она своему Сыну и Богу исткала хитон, которого даже не разодрали воины римские, а бросили жребий. Она будет помогать тем женщинам, которые жили или доживали своих дней земной жизни в Иерусалимском храме. Она будет молиться о мире всего мира, будет ждать того битого но времени, пока Христос Спаситель. Она даст согласие Духу Святому вселиться в нее тропе и принести миру всему спасения. Святые отцы описывают это событие. Действительно, этому ходу предшествовал архангельский голос, песнопение. Они сливались и с детскими голосами, которые славили Бога. И вот как раз начинается в это время жизнь Божьей Матери уже здесь на земле с Отцом Небесным. Она всячески старается угодить, принести свое сердце Ему, чтобы Он вошел и сделал там тихую обитель. Не только на время земной жизни, но навсегда, потому что она будет молитвенницей за весь человеческий род. Анна будет очень часто посещать святый храм. Она будет до того времени, пока будет находиться здесь на земле своей плотью, будет приходить, проведывать, будет интересоваться жизнью своей дочери, будет радоваться, что Господь принял от нее поношение бесчатства, что Господь даровал действительно одна из величайших мам, которой удостоилась быть бабушкой самого Христа Спасителя мира. Святая Церковь после воскресения Христова начала праздновать все эти праздники, которые преисполнены действительно благодати Святого Духа и вечной радости. Псалмопевец Давид прямо, косвенно описывает все эти события псалма своих. И в Священном Писании Ветхого Завета описывают святые пророки, что должно это совершиться. Для нас, загруженных страстями, пороками, измученных жизнью, не всегда есть понятие справедливости и вразумления тех или иных действий благодати Святого Духа не только в Церкви, а во всем обществе. Потому что Господь является в разных видах, является в разное время, человека смиряя, наставляя, учит, что мы здесь на земле в гостях, что нас ждет Небесное Отечество, куда мы должны приготовить себя, одеть новые одежды, то есть Таинство Крещения, которое обновляет человека и дает возможность радоваться вечной блаженной жизни. Мы с вами знаем, много пишет об этих событиях патриарх Константинопольский Тарасий. Описывает Иоанн Дамаскин, Косьма Майумский. Описывает Дмитрий Ростовский. Описывает другие святые отцы о этих событиях, как бы были они на этом великом торжестве. И мы с вами слышим и знаем, как святые отцы воспевают это великое дивное чудо. Поэтому Святая Церковь сегодня радуется тому событию, что в храме ясно дело является и Христа всем предвозвещает. То есть уже вот-вот в воздухе витает то событие, которое принесет радость всему миру. Поэтому Святая Церковь как бы нас предвозвещает и дает возможность. Христос рождается, славите. Христос с небес рождите. Христос на земле пойте и веселитесь все человеческие сердца, потому что настало время нашего вами спасения. Трепар праздник уведения в храм Пресвятые Богороднись, благоволение Божие предображение и человек во спасение проповедание. В храме Божий ясно дело велица и Христа всем предвозвещает. То и мы великласно возопием. Радуйся смотрения зыждительного исполнения. Слова Трепаря говорят о том, что Совет Предвечной Троицы, все, что было задумано ими, то есть Триединым Богом, оно уже сегодня исполняется, оно несет радость через Деву Боготраковицу. Уже Сын Божий вот-вот грядет для того, чтобы нас с вами воздвигнуть из плена греха, вырвать из уз ада, дать человеку спасение. То и мы великласно вместе с этим архангельским гласом Собором Святых возопием Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Радуйся, премилосердная, потому что ты грядешь спасти род человеческий. И святые праведные богатцы Иоакиме и Анну, ваша молитва услышана. Вы являетесь примером для всех родителей, без исключения. Если родители думают о своем чаде, если они хотят принести плод Богу, они должны всю свою жизнь, начиная с того времени, когда они вступают в брак, уже подготавливать себя к великому событию, потому что память их в род и род. Сегодня мы просим за Иоакимом и Анной, чтобы они отняли в свои молитвы о нас бесчадие действий благодати Святого Духа. Чтобы наша жизнь не была праздной. Чтобы наша жизнь была наполнена исполнением заповедей Господней. И когда мы только это все исполним, если мы будем жить по христианским законам, поверьте, нас и Иоакиме и Анна призовут на это велие торжество. И мы войдем с ними вместе в храм для того, чтобы славить Триединого Бога, благодарить за святую милость и навеки остаться в храме и в Царстве Небесном. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok